Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Вуди и добро пожаловать на обзор варкапа 281 с картой IFX Run 6. Маппер у нас в пред, значит карта будет интересной. В общем-то на старте у нас есть ракета, у нас есть сразу при появлении батлсьют и хейст, почему бы не давать сразу ракету, тогда непонятно. И сразу начнем с того, что здесь два спауна и чтобы появляться на одном из них, нужно просто написать respawn point set. И мы будем появляться именно на этом респауне. Итак, карта небольшая. Карта достаточно простая для простого прохождения. Здесь у нас два телепорта, то есть один вверху и один внизу. Использовать можно оба, это без разницы. Здесь у нас телепорт, а все до этого нас убивает любая вода. Здесь мы значит выпрыгиваем, есть столбы, есть у нас invisible, который не нужен по сути. И есть, есть и сиск, где он, есть тут квад еще. А, вот тут вот он. Есть еще квад, вот тут он лежит. Многие может быть даже его не видели. Но он, по сути, конечно же, бесполезен. В общем-то, как-то мы должны все это пролететь каким-либо образом. Залетаем наверх. Здесь у нас отбирают ракету и дают плазму. Ракету нам больше не возвращает, так что, если вы вдруг упали, придется ковыряться с плазмой. Пропрыгиваем. Вода нас также телепортирует. И здесь у нас вот финиш, который телепортирует, собственно, доклад. Такая вот карта. Что по роутам? По роутам, значит, следующее. Можно, естественно, делать буст. Делать даблджамп. Отталкиваться ракетой. И находить себе места, куда, собственно, эффективнее было бы отстреливаться. И эффективнее использовать, сразу скажу, нижний телепорт. Нижний телепорт находится чуть-чуть раньше, а заходить в него можно примерно с такой же скоростью, как и в верхней. При учете, что вы, конечно, стреляете хорошо ракеты. Здесь у нас, естественно, выпрыг с даблджампом. Отстрел идет от потолка и уже по столбам на усмотрение. У Энтера я слышал ВК-3 демка с какой-то ракетой наперед безумной. Ну, это мы, собственно, посмотрим. Здесь далее нам нужно, ну, не то, что нужно. Здесь у нас несколько вариантов тоже. Мы можем либо как-то просто ракетами об стены об эти кривущие залезать, либо наблюдать, что вот этот пол... Он на 64 юнита выше, то есть доступен для прыжка. Поэтому, если мы идем с высокой скоростью, то мы можем сделать здесь даблджамп, отстрелиться и подлететь уже сразу туда, без дополнительных ракет. Но есть и, конечно, другие варианты, которые мы увидим в демках. Так. Куда? Сейчас бы телепорт делать лицом в другую сторону. Ужас. Ну и здесь тоже, грубо говоря, два варианта. Можно плазмить по стене, потом по другой стене, собственно, на финиш. Можно пройти просто снизу с трейфом и залезать здесь вот таким образом наверх. Либо можно еще при падении сделать ГБ, чтобы было больше скорости и быстрее подняться наверх. Такие вот варианты. Вариантов не очень, на самом деле, много эффективных. Я думаю, что по верху вот так это менее эффективно, потому что можно сохранить очень много скорости с ракеты на этих поворотах. Но Фокс, по-моему, играл как раз роутом от стен. Я думаю, что это не очень неэффективно и можно, конечно, быстрее. Ну да ладно. Давайте, ребят, поехали смотреть демки. Не будем затягивать. Да, я пропустил пару варкапов, но ничего страшного. Итак, все, пароль. Пароль, пишем пароль. Все, кто внимательно смотрит. Так, пароль 34W893DEMON.495. Все, записываем пароль, пишем пароль в чатике, приду проверю. 310, Кузгу, Хвыку, 3. Неплохое начало. Уже много обещающих. В принципе, достаточно неплохо. Как-то очень удачно залетел. Ну и здесь тихонечко, соответственно, рокеджамп получился. Все очень тихонечко, потому что везде можно упасть, везде можно споткнуться. Немножко не долетел, это бывает. И плазмоклимп. И по двум стенам, чтобы наверняка... Да, почему бы и нет. Ну вот, финиш разве что можно было чуть-чуть сделать побыстрее. Но как будто бы просто прошел пару раз. Не засчитываю минус тебе, Кузгу. Камполомус, 28,7. Так, уже пободрее. Уже пободрее. Через нижний телепорт Камполомус у нас идет. Здесь отстрелы двух стен. Уже без остановок. Там прыжок немножко запорол. Ничего страшного. Здесь сразу поднялся. Еще ракету потерял. Ой, еле-еле залетел. Ну что ж, так можно лучше. Хотя... Хотя... Хотя вы видели сервер тайм? Сервер тайм был очень большой. Кузле 24,2. Так, Кузлех у нас пободрее, чем Кузгух. Более так четенько. Каждая ракета выверена. Точно знает, что ему делать. Сервер тайм 10 минут. Наверняка играл не один день, как Кузлех. И финиш более бодрый так же. Очень-очень хорошо. Декус 21,4. Так. Хорошие, очень хорошие ракеты. Вот выку-3, кстати говоря, реально эффективнее идти снизу, потому что верхний телепорт он с рампой. Естественно, не хочется каждый раз преодолевать это препятствие в виде рампы, потому что оно выку-3 очень painful, так сказать. И финиш тоже очень бодрый, но можно было, наверное, как-то чуть лучше оттолкнуться плазмой и сразу на финиш попасть. Так, чуть потерял. Так. Эйси. Ацит. Эйси. Force map ever made. Я бы сказал, что соглашусь с тобой, но я этого не скажу, тем более, что я это уже сказал. Опять же, через верхний телепорт, видите, он потерял всю скорость. И, следовательно, на такой короткой карте каждый фрейм важен. Так, зоихс, хорошо. Словил не очень хорошо, но, тем не менее, словил. Слушайте, вообще нормально. Нормально. Еще там заскимил. Так, интересно. Финиш, конечно, можно было пять же получше. Мразаров 20 и 5. Так, куда-то наверх смотрит. Молится богам, чтобы в этот раз все было хорошо. Так, не потерял на рампе скорости. Все отлично. Здесь тоже достаточно быстро. Тихонечко руки джампами проходит. С одного руки джампа залетел. И до последнего плазмит. Да, это хороший, хороший финиш. Хороший финиш, молодец. Ашанзи, 19, 1. Так, пока все бодренько. Ой-ой-ой, вообще, вообще круто пошел. И здесь такой же финиш без остановок. С плазмаклаймов, 19, 1. Неплохо. И третье место у нас занимает Хейз. Поздравляю тебя, 17.0 на 2 секунды перебил. Так, 900 вообще со старту. Ну, у Хейза хорошая ракета, что уж тут ГХ таить. Но вот спорно, конечно, что... Пошел таким образом с подсебяшкой. Ой-ой-ой, какой финиш быстрый. Очень хороший финиш. Еще бы залетел, блин, было бы вообще нормально. Ютун. Целый Ютун нам отправил демку. 14.0. Походу у них с центром война была в онлайне. Ютун. Интересно. Ютун-то у нас вообще король в ИКУ-3. В Ютун нельзя недооценить. 900 со старта. Вот, через низ. Хотя там тоже маленькая рампочка, но ничего страшного. Так, заскинул угол. Много скорости. И финиш сразу зацепил финиш. 14.9. Офигеть, очень быстро. И эндер совсем немножко перебил. Кстати говоря, на 40. Совсем немного. Рокет наперед на старте. Через верхний телепорт. Не, ну такой рокет, я думал, ну что другой взял 2Х. Такой рокет я тоже делал. Ну, слушай, эндер, можно быстрее. Ты че? Витун, ладно, еще он не самый активный. А ты-то че так перебил? Давай 14.7, короче, делай. Так, ЦПМ. Кузлех. 22.6. Узвуха в этот раз нет. Так, что еще в ИКУ-3 смотрим, да, или? Так, пешочком прошелся. Это, конечно, минус. Но главное, что без особых запарок. И вот в ЦПМ как раз таки всегда можно сразу на телепорт попадать. Финиш не самый оптимальный. 27 хардкор. Так, с бустом у нас уже начало. Правда, буст не самый эффективный, но тем не менее. На рампе тоже потерялся. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это минус, ребята. Это, это, это минус. Хотел наперед, наверное, еще закинуть, но... Что ж ты так, 30 секунд сервер тайм. Ясно, что карта, может быть, и не понравилась, но... Отправлять такие демки тоже не стоит. 26. Эдик. Эдик отправил у нас демочку. А, мистер Сидх, это ты? Хватит писать хуню в комментариях, Эдик. Мы с тобой пытаемся нормально общаться. То есть я и ты. Нормально, нормально. Все взвешено. Все четенько. Не надо гнаться за таймом. Все правильно. Нужно просто сделать хорошо каждый элемент. Все, это все, что требуется от всех нас. Кипиш 18,2. Так, ракета наперед тоже. От потолка не отстреливался. Видимо, там очень на тоненького. Зато получился 2х. Не заскимил. Здесь должен был быть килл. Кипиш минус уважение тебе, братан. Зато финиш очень даже неплохой. Волкан Войт 17,4. Без буста. Но и так сойдет. Так. Ой, ракету потерял. Ну тоже надо было переигрывать. Ну что такое? Что за демки вы шлете? Совсем расслабились. Привыкли, что обзоров нету. Типа, ай, да все равно никто не увидит. И присылает всякую фигню. А вот, обзоры есть. Обзоры будут. Присылайте нормальные демки. 17.0. Начас. Из Вологды. Серберов начас. Это неплохо. Так, интересный роут. От стены хотел, да? Отстрелиться. Что? Что? Я ничего не нажимал. Так, еще раз. Явно падает в воду. И все. Лол. Ну, ок. Начас я... Я не знаю. 16.7. Ну, старт хороший. Гмуг. Так, через низ. Здесь через левую сторону. Угу. Сергей Куз. 16.2. Так, через верх. Подстрелы от стен. Тоже с двумя руки-джампами. Ой, и финиш достаточно хороший, кстати говоря, да? Да. Финиш очень даже... Очень даже. Фью оп появился. 14.9. Так, пока что у нас без бустов, ребята. Так. Как у Начиса. Старт хороший. От потолка отстрелился. Простым руки-джампом. Все нормально. И финиш точно так же, как я перед рампой приземлился. Вообще, вообще хороший финиш. Красиво. Чистенько, красиво. Птицу. Из Литвы, я так понимаю. Или это Латвия, да? Латвия, наверное. 14.2. Так, с густом. Много скорости. А лота в скорости. Очень много скорости. И тоже дугой. Но вместо дуги можно просто кинуть один рокет, чтобы он тебя направил вниз. Вот и все. А финиш, ну, можно получше, конечно. Хейз. Третье место. Топ-отчетную топ-3 в обе, в обоих физиках. 13.1. У-ку. Так, с густом. Очень интересно, там был уроки под потолка. Ну, вот как Хейз сделал, так вам всем и надо было делать. Больше, что у вас вполне подходило. Ну, все чисто, все быстро. Дональд. 13.1. Могли мы с Хоксом посоперничать, могли мы повоевать на этой карте, но что-то я сдулся. И как-то совсем не до этого было. Так что, может быть, на какой-нибудь другой карте мы с Хоксом обязательно зарубимся. 11.3. Первое место. Ну, и ВР, собственно, у Хокса. У меня 11.7, по-моему, или 6. Ну, да, вот он за счет этого. Но, финиш, я считаю, что медленный такой. Финиш медленный, но... Давайте посмотрим еще раз. Давайте сделаем таймскейл. 5. Здесь у нас две ракеты на старте. Буст. Стреляют от столба. Это с даблджампом. 1300 попадает еще в столб. И здесь себя направляет таким образом, чтобы сразу сюда приземлиться. Да. Ну, вот из-за этого плюс, собственно. У меня немножко другая дорожка была. Но вот это, собственно, очень медленно, потому что на втором повороте он теряет всю скорость. Я все-таки склонен думать, что через низ будет быстрее гораздо. Так, давайте посмотрим у нас в браузер общую таблицу. Фокс получает всего 32. Всего 32. Зато Enter получает 63. Ничего страшного. Демок отправили немного. Обзор вышел достаточно коротеньким. Плюс я немножко торопился, потому что тещу новый вид записи. А он очень много как бы весит файл финальный. Поэтому посмотрим, как оно будет выглядеть на ютубе. Если будет хорошо, то обзоры будут примерно, наверное, в быстром формате. Потому что места на компуктере нету. А писать хочется в хорошем качестве. Возможно, с местом я каким-либо образом, конечно, пофикшу. Но это уже другой вопрос. В 13 комментариях можете отправить свой комментарий. Это вот у нас Эдик пишет, что утер нос матери ракет. Фокс утрет мне нос, когда будет перебивать меня на рокет-картах. И, собственно, Хокс там написал, что не особо и утер. Типа, что я не особо играл. И, в общем-то, столбик после ТП он у меня подсмотрел. Ну, я, собственно, не против. Пожалуйста. Но да, было бы прикольно зарубиться. Я думаю, что мы бы где-то к 10 секундам, наверное, с тобой где-то там бились. Ну, да ладно. Играем в аркап 283, фуртон 2. Я, скорее всего, тоже его поиграю. Все лучше, чем эта помойка. На самом деле, карта классная. И под выкутре она тоже оптимизирована, потому что делал стамер. А стамер это сам выкутрешник. Она оптимизирована. Это карта подобие физики. Посмотрим, что у нас получится. Может, и поиграю, если будут какие-то у меня результаты. Если захочется ее вообще играть. Но на стриме, может, буду поигрывать. Ладно, ребят, все. Всем спасибо. Пишите пароль, не забывайте. Я пароль сам забыл, потому что это просто IRNG, так сказать. И, собственно, все. Всем удачи. Не забывайте, старайтесь стараться лучше. И будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok